Моя Родина Сибири необъятна велика Как жених, так и богатырь А как невеста, так и ягодка Малахи ты платье Еще раз, нет, не могу успокоиться Абрикосовый рай, вот этот вот Потому что, когда я посадил первый абрикос Который я сейчас назвал патриархом Это было, ну, может не 40 лет Ну, 39 лет назад Вот, ну, вот он 40-летний Он мне давал по 40 ведер раз 5 Считайте 40, умножайте на 5 Значит, еще лет 5 по 30 ведер Лет 5 по 20 ведер Лет 5 по 10 ведер Пару лет по 3-5 ведер Ну, добавьте ювенальный период Как правильно, ювенильный Ювенильный или ювенальный, я не помню Вот, то есть детство, пока, где-то на 5-6 год заплодоносил Вот, и, ну, то есть речь идет, допустим, о 300-400 ведрах Этих ведрах абрикосов С одной косточки, он же, я его не садил Я его приобрел в Ливицком Так вот, с одной косточки 300-400 ведер Я не привидесил Фотографии последних лет видели Еще раз Набирайте в Яндексе Сайт с одного до железа Открылся сайт Котогалилея И вы год за годом Последняя, с тех пор, как появился цветной Это лет 20, с тех пор, как появился цветной Фотоаппарат И везде абрикосы, 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 абрикосы Везде ведра, ведра, десятки ведра, сотни ведра Все это я не выдумал Только, причем не надо говорить с железом Одни говорят, чуть ли не мошенник Вспомните, тебе разовы, да А другие говорят Выпустите себя разовы А другие говорят Ну, ты суперспециалист А рядом никто не вырастет Конечно, не вырастет Сейчас мы дойдем до этого Почему они не растут Это же все-таки Ну, сегодня такой день Вот Что захотелось поговорить Но я по делу говорю Я хочу, чтобы кто-то это все преподнес своему дяде, министру, замминистру Ну, хоть один Которому дело есть для этого Который не испугается где-то на коллегии министерства сказать Ну, есть место, где абрикосы могут расти тысячи, десятки тысяч И не погибать, если только вовремя первые пять лет спасти от мышей Нету больше врагов Вот такие пни у меня И уже опять схватаюсь за голову Только позапрошлым году выпилил Вот такие вот торчат везде Еще год-два и опять будет покрыто абрикосами Вот А мне же надо место освобождал по-друге сорта То есть невозможно Да, малоснежье Да, посаженные правильно Да, здесь Знаете, что вы видите? Ну, склон, видите? А на склоне всегда Вода не задерживается Это склон 10 градусов То, что вы видите, да? Где-то 10 градусов Это такой плюс огромный Вот и что я хотел сказать Итак, это будет третья тема, наверное Вот Надо, чтобы наши люди появились Я не призываю к смене власти Надо будет туда просачиваться Давайте, чтобы это Ну, как еще сказать-то? Я не знаю Ну, нету сейчас наверху наших Им же в голову не приходит, что в Сибири можно А уже эти простецкие абрикосы, чтобы Соки, компоты, варенье Они в каждой семье должны быть У нас уже были в каждой пятой семье Были времена А потом приказано было уничтожить их Облагородить Исправить ошибки И все уничтожили своими руками Я вам показывал, еще покажу Следующая тема такая Пусть я повторюсь Дело в том, что нужен человек На эту роль, конечно, Лена Знаете, Лена Александровна Савинича Она почему годится на эту роль? Хотя бы потому, что Она мне за последние годы А вот там шелковица растет Не ваша, нет А вот там, значит, это самое Мадридский орех А вот там, значит, абрикосы Там на вскидку ветер 30 Вот, откуда Кто продавал там сажение с угодой И все знает Вот просто как к ней Прилипает эта самая информация Как будто Она богнит какой-то Какие-то особые свойства, да? А сейчас я объясню Почему взялась эта четвертая тема Это очень, ребята Это очень важно Вот Дело в том, что мы теряем возможность Возродить садоводство Быстрыми путями Для этого есть причина Вторая причина Чуть ниже А первая Она настолько банальна Забегая вперед Вот это Турсун Павлодовская бил Это уникальнейший человек Сейчас он уже Далеко-далеко за 70 А как бы Как бы не 80 А вторая Суперспециалист Бойкова Галина Николаевна Бывший директор Она тоже пенсионер И тоже уже на этом Вы знаете Как открывает Страшный секрет Но такое впечатление Таких феноменальных результатов Как в Саиногорске И в Шушинском районе Даже в Минусинске Даже в Абакане не было Поверьте Именно у нас Все эти годы Проводил Настоящий ученый Настоящий полковник Поняли, да? Зал Заведующий лабораторией Значит Кандидат наук Вот По совместительству Мой друг Все эти годы У нас каждый год Приезжал несколько раз Отслеживал Моисад В том числе Вот Помните Это самое Книгу Как было написано Железуя Костатиновичу От Турсуна Пола До Скобилова Вот За выдающийся И так далее Даже стыдно повторять Вот Это все на его глазах А теперь открываю Секреты Секреты Я не о себе Нет Что вы Я не о себе Я о рынке Дело в том Что мы с ним На рынке Никогда не были Вот Он на рынок Ходил один И в это время Это значит Вторая половина июля Это август и сентябрь Он приезжал У него не было никаких Особых Этих Как это называется Никаких особых привилегий Он приезжал на автобусе С собой сухой паек Вот Заходил ко мне Уже измотанный весь Почему Побывал в майне Побывал в СИЗО Побывал Один раз мы с ним Смогли СИЗО Обследовать И ведь нашла женщина Неделю Две назад Три Три недели назад Я снимал про нее фильм Она торговала Грушами Яблонями В СИЗО Возле Такой дикий рынок Да И она вспомнила Меня и Турсуна Помнит до сих пор А я тогда показывал ей Она не просто У нее были Мои уникальные плоды Но она успела Пол дерева искалечить Мы ее застали Турсуна Это не вот это Нет Это фотография Не к ней Это не она Мы ее застали Когда она Говорит Ну пол дерева Я уже обрезала Вы представляете Это она говорит Зельзу Которая искалечила Половину моего дерева И вот она Прошли годы Мы вспомнили Этот случай Это было еще Две-три недели назад А почему Я с теплотой Вспоминаю Турсуна Значит Он Самый умный Или самый хитрый Выбирайте А не так Самый умный И самый хитрый Он Находил Уникальные сорта То что потом Ужелеза Это все Это второй этап А первый этап Он на рынке Находил А рынок Примерно Я сюда приехал Я буду Знаю что я много Сегодня не скажу Но я должен Сказать то что я говорю Почему Я уже не к вам Друзья Прощаюсь Вы все это знаете И знаете что уже Не надо ямы Большие И знаете что Нельзя муравьев Убивать И почву Вы все знаете Давайте теперь О деле поговорим В настоящем деле Как сделать так Чтобы это Если у нас Феноменально В 84 Осенью Я приезжаю В Саиногорск С Норильска Так Так В 85 На рынке Вот такие Вот апорты Грамм 500 Не меньше 85 год Это считайте 40 лет назад Но так как Созрослых деревьев Значит эти мужики Где-то лет 50 Уже Апорты были Потом еще одну линию Провел Уже Чернопаев Который лично Привез Из-под этого Из-под алматы Но вы же знаете Как нам все попадало И вот тогда Я зауважал Туршуна Он ко мне Приезжал Заходил Константинович Дома Дома Я зайду Еле живой Две сумки полные Там и плоды Там черенки В зависимости от этого В зависимости от Сезона Там могли черенки Там могли плоды Семечки Коски И чуть живой Он у меня Дожидался до автобуса И уезжал Потому что Никакого личного транспорта Не было И быть не могло Вот И Так он дожил До пенсии Потом им Зарплату 15 тысяч Как он мне Жаловался Подняли С 15 тысяч Подняли До 10 тысяч Я не оговорился Нет Вы знаете Я слышал Про железу И Чему я говорю Сейчас Я уже Хожу по рынку Смотрю его глазами Я устал Я вижу на рынке Феноменальный сорт Знаете Я уже Показывал фотографии Пусть Года 3 назад Вот Тот год Когда Я потом Покажу фотографии Тот год Сделан Значит Когда Груша Опять На том Не сразу Вспомнил Груша Вот эта Сосулька Короче Вот продается Вот ведро груш С личного подволя 100% Мне всего-то Записать телефон Черенки И у меня Этот сорт Толгарская красавица Вот Это феноменальный сорт По вкусу Даже Вот у чайка Она растет Я рассказывал Как я сгноил Прикопия Толгарской красавицы Потому что Когда я был новичком Это сейчас Я учу Как правильно Прикапывать 95% Схем По Прикапыванию Груш Груша Очень слабая На выплевании Вот Смертельно опасно То есть Посадил Как там Уже можете Не выкапывать Выкопать Эггнилую Вот это было И вот я хожу По рынку Вот ведро Это Ну нету сил Не стал набрать Телефон Не стал Вот С этой дамой Получилось Да Еще договорил Про Турсуна Привозил Раз пять Вот таких Молодых ученых Это я показывал Как черешню Переделал Вишню переделал Черешню И ничего сказать Не могли А этот Турсун Он же Евжанин Он С Узбекистана Его-то Хрен обманешь Вот Но это Ладно Ученых Никол Ну пожалуйста Слушайте Железа Слушайте Слушайте Запоминайте Приезжайте Еще Он же Никому Ни разу Не сказал Бесполезно Бесполезно Слушайте Слушайте